господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 314 события дня если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу то не знаю что избрать филипийцам 122 за 21 октября 2016 года не знаю что избрать то есть павел достиг такого совершенства что мог сказать желая разрешить себе быть со христом святые на это не дерзали а далее говорит не достигнули как он достиг меня спасены в надежде а сегодня любой только обратился у протестантов все православным 40 раз господи помилуй это тоже неправильно и там мы спасены а дальше живет как мирской человек не пью не курю главное достоинство не пью не курю так экран теплый она котенок лезет дальше посвящается всем ушедшим из православной церкви михаил кальмаев составил ролик вот такой вопроса в ютубе зарядите вот эти слова и еще как эпиграф филипийцам 129 дано ради христа не только веровать в него но и страдать за него эти бог как палочка выручалочка помолился пошел экзамены сдал дальше живу сам попал в беду господи помоги господь говорит не только веровать в него просто веровать но и страдать за него а теперь проверим себя где ты страдал за бога у нас был человек который абсолютно невоздержанный был страшный гневливый он выехал я всю жизнь за бога страдаю делал как-то рамы но и там плотно не подгоняет там в палец буквально все это клеем заливает батюшка говорит а нельзя ли чтобы поплотнее он чуть травму не сломал такие белые бешеный характер то батюшка сразу в комнату другую и что не было то вот это адельгейма павла убил кто у него рядом был сказал вы будете говорить ну не держи холо себя этих людей отпусти их прогони мало ли еще бывает дано страдать за него когда ты борешься за истину говоришь по слову божию свидетельствуешь людям о праведной жизни нельзя потворствовать вот рядом живущие бывают смотришь я говорю уже верующие я много среди разных был и баптистов и жил и проповедовал на к за капитрами у них но я не был не баптистами и каким другим православным они никак я игра это почему так то есть вольны живут что хочу то и делаю дальше петр первое послание 4 13 апостол говорит радуйтесь да и в явление слава его возрадуйтесь и восторжествуйте я тут пишу не двоеточие отделяется глава от стиха а другой потому что система не пропускает эти знаки до явления слава его возрадуйтесь и восторжествуйте явление слава второе пришествие христова когда всех христос воскресит почему удивляться надо день человеческих 70 лет при моей жизни про моей биографии я должен был давным-давно выйти из цветов но бог для чего-то меня держит еще 70 лет а мне 77 я тоже благодарю бога от меня это как сокрыто я не знаю какая-то цель у бога еще для меня что-то приготовлено пишет одна мне не стал показывать елена потому что они другие наши сразу их высчитывает и начинает их заливать грязью против меня не слушайте не подходите ну я еще могу сказать поэтому я стал сокрывать их потому что они не утихают утихают только тогда когда им дают достойный ответ как михаил кальмаев александр марьясов юрий соболев вот такие люди которые явно что они познали истину они на них напали один раз дальше начинают ругать все угрожать как сергей козлов и ты тоже так она держимой и просит но эти люди бога не знают которые нападают они вообще никакие ничего у них нет они не могут показать четко выразился что они так говорят наш митрополит сергий иванников московская патриархия беседует с нашим митрополитом эларионом он был а то он от вас отрекся это они завидуют поэтому так и поступает обзывает игнатия а сами то ничего не могут разумно поступил здравствуйте игнатий тихонович давно смотрю ваши душеполезные ролики по ютубу спасибо вам за ваш бесценный труд ну как труд но сегодня да я ложусь пораньше а володя тут еще занимается а я стою пораньше ложусь пораньше встаю пораньше мы стоим 4 40 но я встал в три часа бывает и трех еще нету считай сколько 4 40 почти два часа утром я провожу в интернете привожу отвечаю порядок все вот решила подписаться на вас в моем мире тоже извините за фото что в очках это старое фото теперь по очкам его отыскать я особо не увлекаюсь загрузками фотографии меня зовут елена по исповеданию православная христианка от православные говорят ну христианин все-таки называется христианин из православная там старая абориация другие редко-редко кто баптист назовется а сами никогда христианин христианин я уже знаю что еретик какой-то зашел все ты скрываешься так как это змей сухой траве шуршит абсолютно всегда вот которые уже такие люди склонные к истине слышали они начинают тогда прямо я баптист ну вот и вышел баптист зачем знаю баптистское учение много среди них был беседовал оттуда люди делали с православными приходили я православная христианка пусть господь и божья матерь вас оберегает но тут уж явно видно что православная божья матерь до берегает юрий соболев вчера он один ролик посмотрел говорит там я беседую с киргизией о страхе божьем с одним василием и он решил добавить что-то к этому разговору с научной стороны и вот мы побеседовали он пишет интересно так но всегда после беседы с вами остается и сохраняется состояние или настроение радости даже если иной раз бывает обличение от вас и где-то может они совсем приятно на первый взгляд вот его опять он вас захвалил то другое ну даже если сказал чё какая похвала она чувство свое говорит и вот начинает когда нападать они подыскиваться под все но нехорошо это и подумал может это имеет ввиду когда говорят о гипнозе лапкина вот это имеют ввиду но это благодать божия я так разумею у нас на занятия было вел в университетах а люди уходили везде везде православные уже начали собирать патриарши к нам приходят до кого нас там уровень так говорят кухонного христианства закон божий закон божий и дальше нет хожу горит третий год ничего нет люди у нас проходят у нас пятилетняя программа была полностью толкование всего нового завета книга песни песней противосектантские материалы у нас очень богатый материал был никогда не было чтобы голос кто-то подал запиской а во время двухчасовое занятие перерыве там переговорят между собой мирен дух само формируется языком для высказывания этого состояния относительно вас мирен дух я мирный но только заговорю а не к войне да ведь так пишет и удивляться не надо еще знаете сразу каким-то образом день выстраивается и ночи вот после беседы занятия прошло продуктивно мирно и легко люди пришли новые как бы случайно как сами говорят но не случайно общение здесь же братья близкие объявились именно сегодня и вдруг он преподает в государственном университете в красноярске я бы не не боюсь открывать где он и фамилия его и все здесь где и преподает еще и в академии там искусство или как-то и ведет занятие он говорит про занятие в епархии московский патриархат вот если бы просто так он бы может да и не был там если бы не говорили о том что там благодать если надо трудиться там где то есть я вы знаете критичен к православию православной мифа мистики но тут всякий раз в радости развожу или воздеваю руки и славлю моего дивного господа храни вас христос игнатий тихонович вот вчера у нас записан ролик был он зашел этого выстоим на следующей неделе вы посмотрите останется у вас это настроение или нет дальше один игр тоже скрыл его ну и почему еще тут видно видно вот почему я раскрыл этого игоря а это я закрываю свой пипитр и клавиатуру котенок как шнырек бегает быстро чтобы он не затоптал спаси христос игнатий пишет вам православная христианка меня зовут иулия много просмотрела разных видео ютубе верую в господа и ваше благочестие видео в ютубе в ютубе имеете виду на нашем канале много просмотрела разных видео или вообще в ютубе я тут не понял про себя много не буду писать скажу только что я 10 лет как матушка православного благочестивого батюшка у нас трое детей значит 10 лет ну если даже вышла она 18 28 например слава господу живем в украине в Виннице так сложилось что у меня нет пока еще духовника вот видите духовника нету ну то есть беседовать открывать все а батюшка есть а очень нужна и задать вопросы как мне поступать вопрос какой вопрос задают ну не просто про проехать куда-то дома вопрос как мне поступить ситуации какой-то почему-то сердце мое душа избрала вас не для похвалы и для лести говорит а именно в вас видна искра веры искра веры искра это мало надо гореть чтобы был виден свет перед людьми значит мне надо трудиться чтобы увидели этот огонь она увидела только искру веры лишь как одном условии я уже увидел что недостаток мой мало показала почему-то сердце душа избрала вас но не разочаруйтесь игнатий подскажите как мне быть по евангелию по библии по божьему вот это вопрос поэтому то я дальше не считать не охота охота остановиться еще как мне быть по евангелию чудо божье вот по нему надо поступать как серафим царовский говорит чтобы он плавал в евангелии любой вопрос разрешать а что говорит об этом святая библия работаю учителем преподаю биологию это видимо в мирской школе дома семейная заботы дети субботу воскресенье в храме веду воскресную школу для детей очень непросто это все совмещать что она биологии преподает в школе значит получает деньги дома семейная заботы но это уже знала выходила замуж будете иметь скорби по плоти мне вас жаль павел говорил не надо было замуж выходить один вопрос хорошо оставаться как я павел говорит но раз уже совершилось это ну теперь твой хомут тащи очень непросто это все совмещать от напряжения усталости надо плачу тяготит мирская работа замечательно и теперь нужно знать что как вы думаете могу я позволить бросить эти заработки значит она там зарабатывает ведь и дети и муж страдает от этого то есть это нами внимание не уделяет там лишний пирог не состряпает трое детей этой представь себе такая загрузка у ней skype у нас нет так это боюсь детей оставить без куска хлеба одежда то есть это без куска хлеба она уйдет биология не будет преподавать и без одежды мы не живем с прихода как так даже непонятно посоветуйте что мне делать skype у нас нет чтобы пообщаться глядя вам в глаза ну где-то поищите кому-то придите найдите людей обязательно выйдете тут я время больше уделю писать отвечать письменно у меня нет времени там я много лет печатал на украине украина эта машина называлась и там клавиатура по размеру другая мои пальцы хватает две клавиши здесь я пять минут пишу пять минут выправляю ошибки мы не живем с прихода видишь как буду ждать ответа от вас мне это дорого простите меня грешную я как-то сказал так простите меня грешного ой как заиграли недруги вот видите хоть маленько признал себя грешным то есть им нужно чтобы я говорил грешный грешный супер грешный гипер грешный на кого это привлечет да грешны страстны прости господи за эти слова ухватились а уж у православным ли нападать на эти слова когда во всех богослужениях везде это грешный недостойный яка свинья лежит в колу так и я греху служу слова то какие в покаянном каноне буду ждать ответа мне это дорого ну вот смотри что сказать еще юлия можешь позволить бросить бросить так простите меня греша написала вам с адреса своего мужа батюшки поскольку своего не имею он вас тоже уважает и одобрил мое намерение спаси вас господь я отвечаю ответ будет в событиях дня за 21 октября я сейчас даю ответ 2016 года много тут не напишешься сможет батюшка выйти по скайпу тут обговорим все но пока потерпите если уж речь идет о куске хлеба для детей нужно было установить больше десятину учить людей священник не должен так нуждаться он должен быть обеспечен это у вас неправильно поставлена с прихода не живет как так трудящийся достоин пропитания и кто пасет стадо и не пьет молока павел говорит где это видно чтобы садил виноградник не ел виноград абсолютно неправильно вы должны поставить святую десятину на свое место торговля в храме это не должно быть никакой не должно быть у нас вообще нету никто про это и не знает и не поймут а мы в устав это ввели сразу когда общину регистрировали свечка у нас догорает и никто не имеет право потушить и она должна помигать и погаснуть иногда бывает служба кончится богослужение а свечка там ну маленькая с ноготок ее никто не трогать следующий раз дожгут чтобы она сама догорела и погасла вот чисто восковые только сами с пасеки воск берем покупаем наши чистые сестры выливают их и ставят то есть это все можно сделать с тарелкой у нас не ходят висит ящик добровольное пожертвование кто щедро сеет щедро пожнет выдержка из священного писания и в потерявке и здесь с тарелками не ходят ни разу за 25 лет ни одна тарелка не прошла ничего в церкви не подается у нас негде продавать и никто не поймет иногда приходят из дома свои свечи приносят восковые но только до богослужения во время богослужения никто не имеет права с места на место переходить но только наблюдающий за порядком там кого-то кто-то пришел выйти бывает узнать дежурный есть нет по деревне а там можно выстроить священники когда к нам приезжают амера монахи архимандриты им нравится это они устали вот от этой суеты вы у себя сделали фотографируют наши уставы проходит время встречаемся ну сделали нет не сделали я начал там как братья разные поднялись от свои что вы думаете мы не сектанты какая десятина нам свежки покупать надо то есть богом на устроены отношения денежная бизнес сарковной нужно было установить божий десятину это очень непросто а как вы сначала даже в это поверить десятина установлена богом вы должны сказать людям что при желании прочитайте книгу тавита первая глава 8 стих он всегда платил 10 10 это три десятина одна десятина священству вторая на украшение храма на ремонт на содержание на уголь на дрова и третье кому ты хочешь подать нуждающимся первое строго обязательно второе по желанию побуждает к этому а третье ты сам знаю ты можешь там 9 10 на дать однажды протестантов в городе иркутске я встретил у них были мы ночевали у него окажется 9 ребятишек и он платит 5 десятин а он у них как за пресвитера конечно он по нашему то не пресвитера его избрали на это дело 5 десятин платит вот я один раз встречал такие люди ревностные чтобы они ни в чем он не должен нуждаться вот ответ ну что я вот ответ вам на все это дал что делать и пока не советую уходить с работы на встречу это куски хлеба установите десятину и тогда уйдете трое ребятишек ведете такую работу очень важно надо к занятиям приготовиться с детьми не бывает не только побыть там поговорить но и узнать нужду может где-то надо помочь чтобы вас был достаток вот у нас батюшка мой брат протеерей отец аким он деревне живет у него овечки надо до 100 вещек он сам пасет их все мало того еще хоть грибы собирает жена агроном у у нее все есть она два три четыре огорода держит еще сотрудничает с университетом там с институтом исследовательским там разные семена что-то такое то есть доход со всех сторон и десятина и батюшка у нас нет такого чтобы архиерей брал поборы какие-то батюшка сам знает сколько отвезет и наш архиерей тоже не нуждался в этом батюшка поедет перед поездкой сейчас он опять паломничать поехал там девеева везде я он покупает флягу меду мед с пасеки знакомый пчеловод его мама и наша мама были пчеловодами колхозные пасеки работали вместе шерстобитов геннадий павлович и батюшка лежуете какие-то баночки такие куплены закручиваются и он и дома наливает и наливает все готовится ехать уже с собой эти коробки с этими с подарками не с пустыми руками монастырь где подать и прочее почему у него есть у вас нету и при том он как с прихода живет он и должен с прихода пастырь мы должны собирать это она даже никто не собирает каждый подходит батюшки отдал и все а если а бывает так что не отдает добыли такие которые стали смотреть она никогда не отдавала почему были а которые обманывали что я кладу ящик висит где оказалось там ничего нет обман все ушла обманщик у нас не выйди не задержится а забывал бабушку бабушка одна она не платила узнали все отказано или ты платишь или нет сколько не платила вернуть это у бога десятину обкрадываешь малахи порог говорит ты не просто священнику не дал а это богу принадлежит ты заработал девять девяносто рублей бог дал тебе еще сверху десятку чтобы ты ее от перед передал она не твоя она больше ты обкрадываешь ты обкрадываешь ты и чтобы не обкрадывать надо платить святую действительно она божья она нам не принадлежит со всякого достатка накопал картошки 10 мешков один батюшке отдай у нас дети вот бываем и ходим ягоды собираем он сразу батюшки он да не надо мне и не берет десятую часть малину набрали пришли но немного на еще малины было совсем но давайте к батюшке зайдем у нас благословит ну батюшка благословил но малину не берет дома не а своей хватает действительно у него все хватает как чуть что он старается лагерю еще помочь и здесь вот и кощегар работают а мы даже не заботимся батюшка платит ремонт большой был перекрыли крышу батюшка платит то есть хватает на все а так взять на которые работают у нас не так и много людей таких в основном это пенсионеры какие-то он мне брат он живет меня его даже сравнивать не надо у меня пенсии сейчас я даже но не знаю сколько я вы летом уезжал было 6590 кажется два рубля все 6000 но сейчас говорят прибавили там ну прибавили все дороже я заранее вот сейчас январь только наступает я считаю сколько за год десятина и сразу ему отдаю за год потому что я не знаю что у меня будет за год и он ни слова не говоря берет он обязан взять так он живет не в десять может в сто раз богаче меня но у него ничего нет там какой-то солдатский тюфе щек на нем и лежит и спит ну можно это направить чтобы не ходили не поберушищили а то батюшка не может купить он и ризы и книги библию все и всегда приезжать еще и нам подарки привезет какие-то вот сейчас потеряю там отмечали 25 лет он какие-то кружки заказал с надписью фотографиями потеряевскими календари там издал у нас бог благословляет и вас благословит теперь надо посмотреть на наши ресурсы главный наш ресурс этого свете библии сайт его здесь новый завет книга для слова божья не то есть к христиану православию сегодня один просит высадки с православия мне это невыгодно я должен нанимать человека и он идет на почте стоит в очереди день одну книгу найдите там сколько вас человек будет к христиану православию остальные экземпляры 2 можно это можно к христиану православию можно больше заказать в пакет то еще одна она там пустая это не нам очень не выгодно по одной книге ходить и на почте стоять. А почта далекая, главпочт там только. Поэтому подождите, когда кто-то появится, другим скажите. Тут и проповеди, стихи. И вот это самое ценное во всем, что есть. 4124 ответа по темам. 55 тем на нашем сайте. Я очень люблю вот этот ресурс Мой мир. Тут несколько листов моих. Ну, один именно вот этот, когда я в шапке стою. Вот сейчас я обновлю, посмотрю. Сегодняшнее. Что я выставляю на Ютубе, все сюда переношу. Вот события дня сегодняшние выставил. Вот у меня сегодня, наверное, 5. Так, один ролик. Второй. Рахиль тут с ней. Третья автозапись. 3, 4, 5. Все. Это не ссылка, а перекачка. С Ютуба перекачивай сюда. Вот сегодня опять 5. То есть, меньше 5 у нас не получается. В основном, 6 роликов каждый день выставляется. Ну, и православный форум. 1590, кажется, две темы. Заходите. И вот здесь, под храмом, внизу написано, новые сообщения. Вот я, новое сообщение. Выделить надо, показать. Их надавите, нажмите его уже на первой странице. А дальше общий поиск. Что вас интересует? Ну, что-то, какое-то слово. Зарядите туда. Допустим, мусульмане, ислам. Зарядите. Сталин, Ленин. Или что там вам надо? Тут 1500 тем. ИНН, ЧИП. Заряди только, и она тебя сразу выведет, тебя куда надо. Это наш форум. Очень хорошо составленный. Я много знаю разных форумов, но лучше нашего не видел. У нас высокого класса в администрации работают, программисты. Ну, просто замечательно сделано. Богатый-богатый материал. Ну, и вот наш и все называются «Во свете Библии открытым оком». Название у всех ресурсов. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот сейчас я посмотрю. Утром я встал сегодня, поставил пять. Какая посещаемость маленькая. Вот. Собрание, допрос, дробь от Насты, о ее детях, бывших в нашем лагере. Вот. Один час назад и 60 просмотров. То есть по одному человеку в минуту в среднем. А тут поменьше, 54-40. Вот пока сейчас говорил, зашло еще вот колокольчик и цифра 2. Покажи. Вот. Я не знаю, что там. Поэтому я быстро уберу, если что-то не так. А то вы выбираете. Но я должен смотреть. Матеряться ужасно приходят, злятся. Вот я сейчас открываю. Кто-то, кто тут зашел. Вот пока Дмитрий не хайщик. Кто он такой? Я его не знаю. Сегодня что-то он много тут заходит. Вот так. Воришка сахара на сахарный обед. Дальше. Что он говорит? Я вот нажимаю ее. Вот она вышла. Я теперь читаю. Как мое детство только было мое мое заворовство 10-20 от души было только за зерно колхозное 10 дней по по касса было. Ну не поймаешь а не хайщик. Кто-ли по-русски плохо говорит. Ну еще такого нету. Просто поделился мнением. Обычно если два раза выступает, я понимаю, хулиган. Почти всегда. А если он пять раз выступает, а он сегодня пять раз, вот уже семь раз выступил. Первый раз пришел и что тут? Попытка смакетировать возможно атаку Роспотребнадзора. Вот теперь я сейчас смотрю, что он тут пишет. Не хайщик. Вот тут и слов нет. Пять ударов на батный звон. Что они хотят, что вы честные, из вас взять нечего. Ну еще такого нет. Вот пока говорил сейчас вот еще один зашел. Кто-то не было. Вот за это время Дмитрий не хайщик. Он еще раз зашел. Это уже восьмой раз сегодня. Что он тут такое пишет? Потом долго помнили. тут прямо говорить. Э, Бузка, ну-ка маленько отодейся. Нехорошо. Так наказали родители. Опа. Нам было по 15-14 лет. Потом долго помнили. То есть были наказаны. Ну вот видишь как не хайщик. Я не знаю это фамилия его такая или он. Не хай. У нас говорят не хай. Ну пусть будет. Ну что такое? Ну что кусаться будешь? Тебе четвертый месяц от рождения. А ты баловная такая, а? Ну теперь я показал что у нас есть. Ну а какие события? Я сижу дома. Лично наших событий здесь сейчас никаких нет. Просто практически никаких нет. Я с вами здесь сижу ну и с роликами вожусь. Главное для меня теперь это вот молитва. Вот у меня есть такие щетки. Я показывал как. Не менее семи раз в день молиться. Просто людям сказать что пенсионеры никогда не тосковали. А нужно радоваться. Видите как. Я создательный лагерь 45 лет лагерь пробыл и нынче я его полностью ликвидировал. Почему? Опережать события надо. Нас не закрывал Роспотребнадзор. Не закрывал. Просто мы должны опережать события. Быть профессионалами в этом деле. И все. Нынче думаем так что по домам приглашают. Заниматься можно и здесь приходить. Они придираются где спали что где ели. Вот это значит нужно убрать. Едят там где приехали кому в гости. Ну вот это тут сколько 1696 просмотров. Ну побольше. Вот у нас довольно интересно. У нас 5800 примерно роликов. Большой материал. Ну вот и все события. Живы здоровы остались. На пенсии надо чувствовать себя востребованность твою. Вчера занятия были по скайпу. Тоже спрашивают ответы. И у каждого это есть. Приходите сюда на наши ресурсы. Милости просим. Все на это. Ждем батюшку сегодня. Должен вернуться из паломнической своей поездки. Вчера я много смотрел роликов наверное 50 про этого убитого Арсена Павлова и то другое. Какой он был хороший пишут. Убивал людей. Для нас это не годится. Но он же знал куда вышел на тропу войны. Если когда говорит Рамзан Кадыров мы ему дадим путевку в один конец. Это все открыто. Ну и вот они дают теперь там мозгового убили теперь этого видно тревога теперь теперь уже на Захарченко уже покушение следующий там наливайка какой есть истребляют по одному и никакие охранники не помогают с охранниками погибают. я все посмотрел где там новая жена у него приехал с Ростова флибусьеры везде они в Испанию ехали и там их колотили здесь я думаю этот конфликт Донецк это все тоже что ИГИЛ образовать халифат в одно место чтобы собрались те которые любят воевать и там калашмать этих так и этих вот он с Ростова приехал все тут и похоронен теперь а ему честь эти железки которые награды полковник ему разницы нет никакой никакой маршала ему присваивать и где Брежнев маршал с Богом если душе повредишь какой выкуп дашь за душу и вообще об этом речи там даже нету нету он убивал людей да обвинения такие даже передавали там европейский суд он пленных расстреливал я не про это говорю я говорю о том что вообще он взялся за оружие взялся за оружие где бы ты ни был справедливо несправедливо ты взялся взявший меч от меча погибнет все непреложное от меча погибнет вот от меча и погиб я посмотрел я не увидел в нем курит жену оставил то есть прелюбодей и сразу в царство небесное еще раз говорю я беру только то что открыто признаю та и другая сторона что женился двое детей вот там оставил жену оставил жену здесь Юлию взял вот ребенок рождается какая-то Мирослава Макар вот тому ребенку которого оставил дали звезду нести вообще такого не видал обычно оставленные дети ну отправили отправили Исаак А Измаил Измаил уже ушел ушел и больше ее и нет если она ушла значит ушла навсегда здесь как-то по-другому они делают я абсолютно против того что вот это делается отделение от государства и Лукашенко Александр об этом говорит мы тоже не позволим чтобы от нашего государства там области отходили Крым он никогда не был украинским это Самодур Хрущев сделал я не политик просто я знаю историю как было это а эти-то города они самопровозглашенные почему самопровозглашенная Ичкерия не вышла из пределов России да миллиарды туда все мы там были несколько раз но почему к себе эту мерку не делаете ну могли разрешить нет первая Чеченская война вторая третья но все равно оставили здесь а там через Грузию эти ущелья приходили разные воевали хаттабы с ними воевали уничтожали вы их уничтожали и говорите как уничтожали особые спец какие-то группы были но и они это делают которые с вами воюют еще удивляться а теперь им начинает грозить конца этому не будет как прекратить забыть простить друг друга и на этом все те которые погибли они сами воевали убивали тоже сиротили детей я просто рассуждаю по-христиански надо быть более взыскательным к самим себе но ни один это что я говорю ни один вчера там не сказал одни его ругают проклинают он был какой палач убийца ну видно что матерится курит и что спрашивать человека с этого он везде воевал там и Приднестровье там и чеченские компании но он же знал что оружие у других есть и думал я уже домой сейчас приду уже в лифт и теперь говорят а как узнали что чтобы сила взрыва была полностью смертельная нужно знать когда дверь закроется значит кто-то очень талантливый говорит это сделал это говорят даже те которые за этого Моторолу как его прозвище этого Арсена была мне его тогда убили Билл и Сашка у них там был музычка мне и это жалко и этого жалко как человека ты мог быть другим специальности такой-то и не было видимо не любил работать а пошел везде наемные убийцы таких и в плен нигде не берут наемные это они срочно службу толкнули где-то полковник он стал ну какой полковник еще он академию какую-то кончил никакого военного образования не было вот ну просто жалко душа пошла непримиренная с Богом какой-то человек с ними в лифт сел может быть думал ой я с военным еду тут безопасно а тут и смерть его нашла и тот убитый теперь узнают кто он такой был кто такой сел прости меня Господи и помилуй Богу нашему слава во веки веков аминь